16 мая текущего года, в 18 часов 24 минуты, поступила информация о том, что сотрудник госавтоинспекции не прибыл для оформления дорожно-транспортного происшествия. Примерно в это же время, в 18 часов 24 минуты, лейтенанты милиции Потоповича поступают по одному из приложений мессенджеров сведения коллегам о том, что он захвачен тремя лицами и на автомобиле «Волга» его везут в неизвестном направлении. И в результате проведения операционно-розыскных и поисковых мероприятий в течение полутора часа Потопович мертвым обнаружен в лесу в Могилевском районе. Информация о возможном похищении сотрудника милиции с использованием автомобиля «Волга» черного цвета не нашла своего подтверждения. Были изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения по улице Первомайской и по улице Крупской. Как установлено, это два маршрута, куда можно добраться до того места, где обнаружен труп Потоповича. Установлено, что в период времени с 18 часов до 21 часа 16 мая текущего года автомобиль «Волга» черного цвета на видеозаписи не зафиксирован. Основной версией в настоящее время является суицид, то есть это самоубийство сотрудникам. Следствием установлены все действия Потоповича в день гибели вплоть до 18 часов, когда он на побутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улицы Первомайской и Вокзальной. В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет сотрудника Органа внутренних дел, два магазина, 15 патронов, его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено три пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника. Проведенными следственными действиями, оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что около 11 часов в одной из торговых точек города Могилева сотрудник милиции приобретал указанные дрова, жидкость для розжига и лопату. Необходимо отметить, что на теле сотрудника милиции не обнаружено телесных повреждений за исключением огнестрельного ранения. Вопреки информации, которая размещена в сети интернет, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника милиции. Детализация исходящих-входящих соединений мобильного телефона, принадлежащего Потаповичу, свидетельствует о том, что 16 мая в период времени с 11 часов до 13 часов он прибывал к тому месту, где обнаружен его труп. В результате изучения ноутбука, принадлежащего Потаповичу, установлено, что 1 апреля текущего года он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым. Сотрудники органов внутренних дел проводят в настоящее время мероприятия, направленные на установление автомобиля и лица, которое в период времени с 18.23 мог довести Потаповича фактически до места происшедших событий. Просьба от органов внутренних дел и следственных органов обратиться в органы внутренних дел указанному гражданину, либо лицам, которые располагают сведения об указанном человеке. Продолжение следует...